Денис, приветствую тебя на очередном совместном видео технического и фундаментального анализа. Вместе мы с тобой следим за тем, что на финансовых рынках происходит. Стараемся найти самые интересные возможности, о них рассказать и рекомендовать. Ну а вам, друзья, уже остается только лишь принимать решение, стоит ли следовать этим рекомендациям или нет. В целом, что хочется снова отметить, то что на финансовых рынках сейчас, в принципе, довольно жарко. Причем мы продолжаем следить за тем, что происходит с долларом. Доллар, как уже ранее было подмечено вместе с тобой, это главная движущая сила всего того, что происходит. Каких-то статистических отчетов их тоже хватает, но их влияние на динамику инструментов незначительное. А вот касательно доллара, да, мы ждем новый пакет фискальных стимулов. В принципе, я опять же с позиции фундамента пару слов, потому что это моя задача. В плане фискальных стимулов следили за переговорами в Конгрессе между республиканцами и демократами. Две недели они, в принципе, пытались согласовать этот фонд помощи и не согласовали. Трамп взял все в свои руки и сделал ход конем в обход Конгресса, все-таки анонсировал принятие вот этих фискальных стимулов. Я думаю, что объем программы будет солидный. В итоге может получиться доп. инъекция и вливание свыше 1 триллиона долларов. Это много. Это еще один риск, опять же, для последующего роста денежной массы, для появления инфляционных ожиданий, факторов давления на позиции американской валюты. И поэтому сегодня, может быть, не будем затрагивать индекс доллара, но я думаю, что в ходе последующих выпусков мы к нему вернемся, когда будет больше конкретики и ясности вот по вот этой помощи фискальной. Сегодня, Денис, я предлагаю обратить внимание на то, что происходит с золотом, особенно в моменте прям лихо оно валится. Безусловно, один из самых интересных инструментов. Посмотрим давай также еще на динамику главного валютного риска евровалюты. Ну и можно пару слов про фондовый рынок, который, получив, опять же, деньжата, сейчас их начинает уже активно дисконтировать собственный курс. С S&P у нас вот на, ну почти на прежних локальных максимумах и, в принципе, можем даже увидеть рекордный уровень. Давайте так, демонстрация экрана. Так, по золоту у нас интересная ситуация в моменте. Распродажи идут с отметки 2000, фактически 75 долларов за тройскую унцию. Этот уровень у нас был уже новым зафиксированным историческим максимумом. И, конечно же, на него мы сейчас будем продолжать ориентироваться. Ты знаешь, Денис, вот оценивая текущую динамику, с позиции фундамента очень трудно сейчас что-то сказать, из-за чего золото могло бы валиться. Я просто могу связать это с техническими факторами и, в принципе, у меня нет вопросов к технической коррекции. Потому что любое ралли, каким бы мощным оно ни было, оно должно сопровождаться и обратной динамикой. То есть инициатива постоянно гуляет от продавцов к покупателям и от покупателей к продавцам. С позиции фундамента все риски, которые присутствовали на рынке раньше и толкали золото сначала к 2000, потом выше 2000 и вот до исторического максимума, это риски, связанные с ситуацией с коронавирусом. Это риски, связанные с ростом инфляции. Многие, между прочим, считают, что в Штатах через год-два будет ситуация в 70-х годах, когда речь шла о великой инфляции. В Штатах я не помню точно, какой там был предел по росту потребительских цен, но, по-моему, инфляция тогда скакала до 12%, если мне не изменяет память и если уж совсем не придираться к цифрам. Я допускаю, что, учитывая планы Федрезерва по наращиванию баланса и учитывая все-таки неизбежность, уверен, дополнительных стимулов со стороны США, эти инфляционные риски останутся в силе. Поэтому вспоминаем еще и отношения США и Китая, это еще и геополитическая угроза, которая провоцирует спрос на защиту. Защита это традиционно, опять же, у нас золото, которое относится к категории таких активов и на этом, собственно, выигрывает. Поэтому по золоту только лишь длинные позиции, только в приоритете бай, в качестве уровня, с которого можно залезть в сделку, я вот предлагаю байстоп 1960, как раз уровень я обозначил. Если говорить про перспективы роста, то это уже в район прежних исторических максимумов. Что касается евровалюты, вот опять же уровень я обозначил, здесь там чуть ниже отметки 1.1740 отбились, мы от него жалко, конечно, что отбились. Сейчас я хотел рекомендовать сделку с этого уровня. Ну, давай рассмотрим диапазон входа в перезахода в длинные позиции с 1.1690-1.1720. Вот где-то здесь надо пару будет выкупать, потому что, опять же, все, что я сказал в отношении доллара, ничего не меняется, индекс американская валюта будет оставаться под давлением, 92 фунта мы точно еще увидим. И в связи с этим основные рисковые инструменты, еврофонд австралийца, новозеландец, они пойдут на обновление локальных максимумов. И, как я уже отметил, еще фондовый рынок 3.367 пунктов, а максимум у нас был фактически значение 3.396. Ну, здесь, Денис, только один комментарий. Будет, конечно же, добой до этих значений. NASDAQ, Dow Jones уже обскакали S&P, S&P отстающим пока идет, но для него дело чести тоже добраться до тех уровней, которые раньше были рекордным, значением абсолютным рекордом. Сейчас пришли деньги, как я уже отметил, в виде новых фискальных стимулов. Может быть, для доллара, конечно же, эти дополнительные деньги негативных факторов, но для фондового рынка это то, на чем можно еще расти. Вот поэтому и сегодня мы видим продолжение мощного восходящего движения. Вообще рынок не дает никакой коррекции. Не нужно мудрить, друзья, я думаю, что 3500 пунктов – это то, что мы реально можем увидеть. Денис, слово передаю тебе. Так, слово взял сейчас. Раз, два. О, отлично. Так, показ рабочего стола идет. Как раз вот только что ты закончил пол золота, вот свое мнение показывал. Вчера, в принципе, я его и на вебинаре, те, кто были на онлайн-вебинаре моем, то я показывал о том, что такая схема была на движение вниз. Это движение уже полноценно развивается. При этом у нас видны очень хорошие области накопления. Вот диапазон как раз 1960-1980. То есть здесь, по сути, на самом деле зона еще в два раза шире будет, но ее очень сложно выделить так, чтобы вот прям максимально точечно. Поэтому условно взял ее верхнюю половину. Но, в принципе, я абсолютно не удивлюсь, если где-то вот в середину как раз там сможет на 1960-1970 дойти. И в целом, да, я с тобой согласен, что, в принципе, фундаментальных как таковых причин для падения нет. Это скорее технического характера, то есть фиксация прибыли, другими словами. То есть те, кто из крупных рыночных участников накопили внизу покупки, соответственно, вверху у нас, вот в районе, видны один даже очень хорошо, в районе 2040, 2050, 2060. Вот здесь как раз происходили фиксации. То есть фиксация именно покупок. Следовательно, у нас после таких фиксов практически всегда следует такая двух, иногда даже трехфазная коррекция. Поэтому, в целом, я считаю, что на верхние высоты в районе 2075, может даже 2100, цена еще вернуться может, потому что золото, оно чаще всего делает достаточно глубокий ретест. Да и плюс ко всему фундаментально сейчас золото намного, ну, явно сильнее в аксе. Поэтому, в принципе, я за тобой вверх. Вот как раз указанная зона, и тут я с тобой полностью солидарен, что снова будет отрастать. Касательно евро. Значит, по евро у меня росло такое, что отскок, да, я его ждал еще со вчерашнего дня. Здесь протестировали у нас и техническую зону, и контрольную маржинальную зону, и также близлежащие поддержки. И при этом сделали, кстати, очень неплохое перекрытие прошлого сегмента. Плюс ко всему, у нас основные объемы находятся всего в двух, свеча в двух сегментах. Вот он первый, и вот здесь второй. Плюс видно еще точечные заливки, достаточно мощные, тоже были сделаны. Поэтому при подобном раскладе я склоняюсь к варианту, что попытаются протолкнуться выше, но все-таки думаю, граница будет где-то в районе 1,1850-1,1895. Вот приблизительно в этом диапазоне, здесь я указал как раз зону для своих подписчиков и в целом. Думаю, что если и попытаются выйти, то где-то вот на эти высоты, и затем снова спикировать вниз уже на более глубокую коррекцию, примерно в район 1,16. То есть 1,16 – это та близлежащая целевая зона, именно для поддержки хорошая, которую цена очень даже может протестить и по техническим факторам, и плюс ко всему здесь еще и достаточно неплохие заливки объемов у нас были в прошлом, пусть даже они сейчас и вышли, но как некие шрамы на графике цены все-таки остались. Плюс ко всему еще и недельное накопление у нас, также вот в конце июля, недельное накопление у нас тоже здесь было, поэтому как целевая зона, целевой ориентир здесь прекрасно. Ну, здесь целый диапазон 1,1550, 1,16 я бы так его выделил, но через неплохую коррекцию, потому что сейчас желающих купить будет огромное количество, и максимум, чего ожидаю, это, в принципе, я думаю, потолок, это движение вверх, если вдруг попытаются сделать перехай в район примерно 19,50, потому что, судя по опционам, у нас вот верхние границы рынка, как недельная, так и месячная, уже после экспирации прошлой пятницы у нас находится как раз в районе примерно 19,40, плюс, когда будет цена подходить выше той границы будут отодвигаться, поэтому, действительно, 19,50 здесь тоже есть уровень. Так что буду, в принципе, смотреть. Возможно, сделаю просто пирамидку, начну так потихоньку-потихоньку накапливать, потому что, в принципе, выше, чем 19,50, ну, я-то, честно, сомневаюсь, что цена добьет, как бы нету здесь как такового топлива пока что. Вот, поэтому, в целом, коррекция, и затем можно шартануть на более глубокую коррекцию. И что касается индекса S&P 500, я вчера тоже на вебинаре показывал, что через коррекцию продолжаем движение вверх в район пробоя 3390, ну, короче, 3400. То есть 3400 – это исторический максимум, сформированный в январе, в допандемийское время, вот такой новый термин будем вводить, был сформированный в январе, и я более чем уверен, что цена идет именно его побивать, тем более, как я уже сегодня говорил, касательно новых мер стимулирования, то есть еще, грубо говоря, допечатывание одного триллиона долларов на поддержку экономики, соответственно, выведет у нас S&P на новые высоты, и при этом индекс бакса, наоборот, у нас следовательно вниз. Ну, я в этот момент ожидаю его следовательно вниз, но то, что я говорил, через более глубокую такую коррекцию замануху, можно это так назвать. В общем, по S&P 500, как таковая коррекция у нас, ну, совсем прям была слабая, если раньше мы какие-то коррекции делали, то сейчас просто идет ровным ходом вперед. То есть надувание пузыря на самом деле сумасшедшее происходит, и знаешь, вот такое чувство, как в том старом фильме, что мы стоим на пороге грандиозного шухера. Вот мне кажется, что вот именно фондовый рынок сейчас и вообще индексы очень четко вот это выражение отыгрывают. А когда этот шухер сработает, это уже другой вопрос. Ну, я думаю, до конца года мы вряд ли увидим какой-то серьезный обвал, а вот уже в 21-м, вот там может уже произойти все что угодно. Ну, не будем заглядывать, потому что 20-й год нам показал, что лучше ничего уже точно, что не закончилось. Конечно, до выборов точно ничего не будет. Трамп ни в коем случае не позволит появиться на рынке риск, из-за которого что-то может случиться с его политическими очками. Конечно же, фондовый рынок для Америки это показатель вообще энтузиазма и настроения. Если будет плохо, будет плохо среди всего электорат. Этого допускать нельзя. Ну, а то, что фондовый рынок рано или поздно обвалится, я думаю, что тоже, это 21-й год, это, скорее всего, так и будет. И Белому дому, и Федрезерву придется в конечном счете выбрать, что они спасают. Либо американскую валюту, либо индексы. И я допускаю, что все-таки они сделают ставку на доллар. Не может расти одновременный доллар и фондовый рынок, поэтому если ставка будет сделана на спасение доллара как резервной валюты, фондовые рынки пойдут вниз. Но об этом мы уже с тобой поговорим, я надеюсь, когда придет время. Конечно. Денис, спасибо тебе за твои комментарии. Традиционно остается дело за малым. Следим. И до встречи в четверг. Пока. До встречи в четверг. Пока-пока.